Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем и сегодня мы поговорим на очень такую интересную тему, о которой многие даже из водителей и не догадываются, как они очень просто убивают свой двигатель и уменьшают его ресурс. Откуда такая тема вообще пошла и давайте, как я решил про это снять. Многие знают, что я наваливаю на двигателях, то есть у меня есть боевой 8-клапаник, боевой 16-клапаник, 8-клапаник крутит там 8500 оборотов, 16-клапаник крутит и 10500 оборотов. И очень часто мне задают вопрос, влияет ли это на ресурсы, типа и все такое. Если двигатель правильно собранный, туда залито хорошее масло и он не перегревается, нормально работает, нормальная смесь, ничего ему не будет от таких оборотов. А вот наоборот, когда вы ездите на низких оборотах, вы убиваете свой двигатель. И сейчас я объясню, почему. То есть езда на высоких оборотах менее, то есть более безопасная, чем езда на низких. Ошибка, ну я думаю процентов 90 водителей, потому что я вот наблюдаю со стороны, как другие ездят. Я это называю тошнить. Вот едут, тошнят. Вот я даже еду и впереди меня кто-то едет, и тошнит меня, там скоро заснет за тем рулем. Едет там четвертая передача, 40 километров и тошнит на этой машине. И думает, что он там типа экономит топливо туда-сюда или просто так двигатель не в нагрузочку работает. Так вот. В этот момент у него происходит то, что двигатель просто изнашивается и убивается. Когда вы думаете, что вы не даете двигателю нагрузку, что типа как бы это увеличит ресурс, вы даже не задумываетесь про то, что в этот момент, если вот так ехать, у двигателя очень низкие обороты, там чуть-чуть не, грубо говоря, не тошнят на холостых. Чуть выше холостых, там еле дотронулся до педали газа. Скорость движения автомобиля низкая. Соответственно, инерции у него нет. Двигателю нужно толкать автомобиль на него, создается нагрузка. Это во-первых. Во-вторых, это то же самое, что когда вы едете на велике под гору, то есть вам тяжелее педали крутить. Вот так же само с вашими поршнями с коленвалом, это все тяжелее происходит. Дальше. В этот момент, когда у вас низкие обороты, у вас, соответственно, и низкое давление масла. И что получается? Низкое давление масла, большая нагрузка. То есть нагрузка большая и на сам двигатель, и на перекладку поршня. То есть во время перекладки поршня нагрузка идет на коленвал, на шатун. На все идет большая нагрузка. И получается давление низкое идет нагрузка. И на вкладыши, и на постели, и на все остальное. И ваш двигатель просто тупо изнашивается в этот момент. А еще хуже вы начинаете делать, когда вы с этих оборотов, вот едет, тошнит там 60 километров, ой, 40 километров на четвертой передаче. Начинает давить на газ, ускоряться. Вот тогда вообще торбо вашему двигателю. В этот момент на него такая дикая нагрузка идет, потому что вы еще пытаетесь ускорить, увеличиваете нагрузку. А давление масла как было низким, так и есть. То, что там у вас датчик давления не горит, или там то, что давление показывает нормальное, все равно оно в системе низкое. Потому что давление, если вы обращаете внимание, давление растет, соответственно, в зависимости от оборотов двигателя. Почему? Потому что в две теле идет, механически зачастую у большинства автомобилей, маслонасос, где шестеренки прокачивают через себя масло и создают давление. То есть оно напрямую зависит от оборотов двигателя. Еще такие уникалы умудряются под горку. Смотрите, какой у меня крутой двигатель, как тянет меня. Там, грубо говоря, просто стандартный двигатель. Он мучает двигатель под гору, там вообще еще умножается нагрузка. А потом, о, не ходят двигателя, запчасти говно, мастера там неправильно собрали, там не прошел. Может, надо научиться, пора правильно ездить. Второй момент. Очень многие любят убивать свой двигатель низкими холостыми оборотами. Настраивают карбюратор и боятся, чтобы там двигатель не создал лишнего звука, повышенных оборотов. И уменьшают, крутят те холостые до такого, что там, ну, в разном автомобиле разный, ну, грубо говоря, чуть-чуть там не 500-600 оборотов холостые. То двигатель тарах-тарах-тарах через раз или работает. И он такой, стоил, о, как я настроил холостые, типа, песня, блин. А в этот момент его двигатель говорит, ты что, дебил, блин, отдай мне нормальные холостые. Опять же, что происходит? Давление масла нет, перенагрузка идет. То, что он на холостых колатает, это еще не означает, что на нем нет нагрузки. Это во-первых. Во-вторых, когда у вас двигатель работает на вот таких сильно низких оборотах, на него, от него идет большая вибрация. Вибрация разрушает, и сам двигатель разрушает, и подшипники в коробке, и кучу, кучу проблем создает. Это во-первых. Еще такой побочный эффект. При сильно низких оборотах холостых, это, конечно, не касается этой темы, ну, коль затронули. У вас получается, чем ниже холостой, разряжение вакуумника в тормозах слабое, и у вас слабые тормоза, а слабые тормоза это небезопасно. Так вот, не бойтесь делать холостые. Я на своих автомобилях делаю холостые, ну, на разных там двигателях по-разному, то есть, ну, все равно это на слух. Я делаю где-то в районе 1000 оборотов. Может где-то на звук это будет казаться, что двигатель чуть-чуть работает выше холостых, но, опять же, у меня нету нагрузки на двигатель. Он нормально работает, ресурс не уменьшается, нормальные тормоза, то есть, и все четко работает. Дальше. Почему мои двигателя ходят на таких больших оборотах? Я там езжу на них по пару лет, потом разбираю, чтобы просто его пересмотреть, а там все как собрал, так и есть. Потому что, когда я еду на высоких оборотах, соответственно, масляный насос там работает вовсю, там такое бешеное, представляете? Вместо 1000 оборотов там, или 500, да, там на холостых, и у меня 9,5 крутик, масляный насос, сколько там производит, какое давление масла, что его хватает на все режимы, грубо говоря, все смазать хорошо. И все нормально смазывается, масло хорошее, собрано все правильно, нечему там убиваться, то есть. Поэтому не бойтесь, ну, я не говорю даже при наваливании, в повсегневом на езде, да не бойтесь вы там немного поехать быстрее, там поднять обороты, чтобы на нормальной скорости, грубо говоря, чтобы вы там ехали на, допустим, на пятой, на четвертой передаче, там ехали хотя бы 100, 110, там пятая, там, 120, 130, 140, вот это нормальные скоростя, то есть, а не тошнить на четвертой передаче, там, 40 километров. Поэтому вы с низкими оборотами убиваете ваш двигатель, а потом думаете, куда ушел ресурс. У кого есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, кому интересно какие-то, чтобы я снял видео на какую-то интересную тему, которая вас волнует, пишите также в комментариях, я сниму, а кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.